Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Абик Элкин, Александр Шунин в студии. С нами на связи Нина Линда, директор Института экономики Латвийской Академии Наук. И как мы уже предварительно анонсировали этот разговор, побеседуем по мотивам прошедшего пятницу на той неделе экономического форума «Экономика будущего. Вызовы глобализации в 21 веке». Очень представительный был форум. Такие люди и из Латвии, и со всего мира. А вот, может быть, наша гость ей расскажет. Об этих экспертах, да, конечно, кто именно был и какие основные идеи были высказаны, очень-очень нам интересно. Госпожа Линда, вам слово. Благодарю. Здравствуйте. Действительно, в пятницу прошел очень серьезный форум, в какой-то степени даже исторический, потому что в рамках этого нашего форума у нас была возможность собрать воедино не только лучших экспертов, но также и руководителей Академии Наук всех трех балтийских стран. Это был президент Академии Наук Эстонии, Литвы и Латвии. И в первой части нашего форума мы также подписали меморандум о сотрудничестве в области, особенно сотрудничества в социальных науках между двумя странами, и еще раз подтвердили намерение научного сотрудничества и важности кооперации всех трех стран для того, чтобы выйти на более высокий уровень развития всего Балтийского региона. Это была одна из отличительных особенностей этого форума. А также были эксперты из других стран, таких как Казахстан, Узбекистан. То есть очень широко в этот раз у нас участвовали наши партнеры-академики из Азии, а также из северных стран. Были также представители из Швеции. И в форум была возможность в этот раз как быть тут, в стенах Академии Наук, также и участвовать на расстоянии. То есть наш уже многолетний партнер «Латвия с Мобилой Стеллофонс» поддержал также возможность онлайн-конференции. Вот в таком формате мы проводили наш этот форум. И какие основные идеи были высказаны действительно? Что за вызовы в 21 веке в Европе и в Балтии? И как они связаны, возможно, с эпидемией коронавируса? Что нас ожидает, к чему готовятся? Что говорят экономики? Мы анализировали основные вызовы глобализации, которые прежде всего, конечно же, связаны не только с коронавирусом. Если мы говорим о Балтийском регионе, то это связано с большим оттоком населения, особенно экономически активного населения из Балтийских стран. Это первый. Второй вызов или угроза связана с изменением климата. Следующая угроза, с которой мы говорили, это как раз-таки влияние ковида на экономику и на развитие международного бизнеса. И мы вместе с экспертами искали те главные решения, которые сейчас важно принять во внимание как учёным, так и правительствам наших стран, чтобы преодолеть эти последствия лучшим и более эффективным способом. Это, в общем-то, была главная цель нашей встречи. И какие выводы сделаны? В продолжении, возможно, хочу сказать, что те главные направления, они связаны как и с направлениями, которые сейчас выдвигает Европа. То есть мы говорили прежде всего о индустрии зелёной экономики, как важно для преодоления вот этих угроз, связанных с изменением климата, вводить и быть в едином таком, в единой синергии с теми приоритетами, которые выдвигает Европейский Союз также во внедрении возобновляемой энергии и зелёной экономики. Также мы говорили о дигитальной экономике и внедрении процессов дегитализации на предприятиях. И, конечно же, необходимость применения инноваций в области здравоохранения и предложения на рынок лучших сервисов для того, чтобы наше население и благосостояние здоровья населения также было максимально защищено. Это были три таких направления. Также мы очень большое внимание уделяли вообще о том, какие есть инструменты и методы сотрудничества между балтийскими странами, как таковыми, и в глобальном мире. То есть сотрудничество между Азией, Европой, и другими странами. Об этом мы тоже очень много обсудили. И следующий момент, который особенно инициировали наши эстонские коллеги, это так, как наука и научный совет, научные рекомендации могут быть и должны быть внедрены в принятие решений на политическом уровне. То есть мы как раз-таки обсуждали, как лучше взаимодействовать между политиками и учеными, чтобы исследования и наши результаты исследований действительно были услышаны и действительно приняты во внимание. Ну, видимо, вывод только один. Политики должны прислушиваться к выводам ученых, нет? Вы знаете, мы пришли к выводу, что это должно быть обоюдно, что никогда ни в одном процессе коммуникации нельзя винить одну или вторую сторону. То есть мы должны прислушиваться к политикам и респектировать также то, что они достаточно тоже в каких-то вопросах достаточно проинформированы, знающие и желающие внедрить что-то новое. А, в свою очередь, политики должны прислушиваться к ученым. Это правда. Напомню, мы беседуем с Ниной Линдой, директором Института экономики Латвийской Академии наук. Да, ну, мы знаем, что вот уже фактически последние пару лет, а может быть и больше, Латвия отстает теперь уже не только от Эстонии, но и от Литвы по многим направлениям и по привлечению инвестиций, и по структурным изменениям. Это даже теперь уже правительство Латвии признает. Вот обсуждалась ли эта тема на конференции, что Латвия может сделать, чтобы, ну, по крайней мере, не хочется такие слова примитивные употреблять, как «догнать», но по крайней мере, чтобы мы шли вот тем же путем, что Эстония. Да, вы правильно ответили. Это действительно одна из наших больших угроз. И в рамках этого форума мы также презентовали наше исследование, очень глубинный анализ тех причин и закономерностей, которые мы выявили. И действительно, Латвия сейчас находится не в самых лучших позициях. Более того, мы в рамках Европейского Союза занимаем третье место как одна из самых бедных стран. И на это нельзя не обратить внимание. Поэтому как нам решать эту нашу проблему, с которой мы сейчас столкнулись? Прежде всего, больше внимания мы обратили именно на человеческие ресурсы, именно на то, каким образом сейчас и почему наша рабочая сила даёт первую руку для работы и для науки, и для места жительства всё-таки другим странам. И один из первых вызовов, с которыми нам нужно решать, это то, как удержать, как привлечь, как остановить эту тенденцию того, что наше население покидает нашу республику. Вот здесь мы очень много уделили этого внимания. А также мы говорили о других различных инструментах, потому что всё это взаимосвязано. Это и также и наша система налогообложения, и также и система нашей организации рынка труда и оплаты рынка труда как такового, и также другие моменты, которые делали бы наш рынок, рабочий рынок, более привлекательным. Ну и как, надежда есть на то, что что-то изменится, и рынок станет более привлекательным, и прекратится отток, ну, по крайней мере, уменьшится? Надежда всегда есть. Если бы не было надежды, мы бы не собирались, и мы не бы… Ну, я, разумеется, имею в виду обоснованную надежду, аргументированную. То есть вы презентовали данные своего исследования, вы кому-то их передали, что произойдёт дальше, кто-то примет их в работу, задумается над изменением очередным системы налогообложения. Несколько минут назад Абик говорил о повышении необходимого… Необлагаемого минимума, в конце концов, тоже инструмент вполне себе. Да, вы правильно говорите, да, это тоже инструмент. Надежда есть, хотя бы потому, что те, кто принимает решения, и Министерство экономики, и также члены кабинета министров, очень активно принимали участие на этом форуме. То есть они прислушиваются. У нас было несколько представителей из различных министерств, в том числе был министр образования и науки, и они ожидают, что сейчас по окончанию форума мы, как учёные, создадим нашу резолюцию, над чем мы сейчас уже сразу стали работать, и предоставим им конкретные решения. Более того, мы уже начали следующее наше исследование, которое связано именно с социальным налогом. То есть Институт экономики сейчас, команда учёных работает над тем, как сделать именно социальный налог, налог на рабочую силу более привлекательным в сравнении с другими балтийскими странами и вообще с северным регионом. То есть я вижу, что мы должны с обеих сторон работать, и в том числе те же политики ожидают от нас более конструктивных, практических решений, которые они могли бы обсудить и принимать во внимание при разработке каких-то реформирований в этом направлении. И когда может появиться резолюция, упомянутая вами, с конкретными решениями? Резолюция будет уже на этой неделе. То есть у нас уже есть определённый драфт. Вот сегодня, завтра мы будем собираться с нашими учёными и, как говорится, ковать железо, пока оно горячо, и, скажем так, обобщать эти главные инициативы. По секрету, так большими мазками, можно узнать, что в этом драфте уже указано? Драфт – это черновик, если вот на всякий случай кому-то непонятно. Черновик драфта, он будет содержать три таких основных направления. Первое – это о том, конкретные предложения, как увеличить конкурентноспособность, государственную конкурентноспособность в целом. И здесь мы особый момент будем уделять Латвии. Хотя, однако, будет очень важный раздел, связанный вообще с необходимостью объединять ресурсы, усилия и учёных, и предпринимателей, и инфраструктуры, и других логистических решений, связанных с Балтийским регионом в целом. Потому что мы не сможем поднять конкуренцию с нашей страны без сотрудничества с другими Балтийскими странами. Следующее направление будет связано с необходимостью более практической и более целенаправленно развивать нашу социальное предпринимательство и нашу циркулярную экономику, связанную с безотходным производством, как таковым. И следующая такая будет глава посвящена именно как преодолеть вот эти угрозы, вызовы, и как, по сути, использовать эти возможности, в том числе у нас большие, сильные стороны, такие сильные стороны, которые мы можем использовать в дигитальной экономике, в развитии нашего ИКТ-сектора, где мы, кстати, немножко превосходим наших соседей. И мы должны тоже это не упустить. Ну, как раз только что мы беседовали с цифровым, господи, с цифровым, с белым хакером. Ребята, если вы не слушали наше радио до того, как подключились к нам, то мы беседовали с так называемым белым хакером. Они заняли первое место на международных соревнованиях. Это то, что, да, в общем-то, наши айтишники представляют из себя серьёзную силу даже в таком мировом масштабе. Хорошо, тогда мы благодарим вас за короткий рассказ. Напомню, мы беседовали с Ниной Линдой, директором Института экономики Латвийской академии наук. Речь шла о том, что же звучало на экономическом форуме, посвящённом экономике будущего. Этот форум состоялся в минувшую пятницу. И короткая версия, учёные готовят резолюцию с решениями по трем направлениям, которые будут переданы в том числе в Министерство экономики. И, по словам госпожи Линды, надежда есть на развитие той самой латвийской экономики в ближайшее время. Большое спасибо Нине, хорошего дня. Мы благодарим, уважаемые слушатели, вас за то, что были с нами. И оставайтесь, потому что утро на балкоме заканчивается, но работа радиостанции продолжается. И добро пожаловаться, диагноз недели. Всё вашему вниманию будет впереди. И, конечно же, 24 на 7 функционирует новостной портал MixNews.LV к вашим услугам. Хорошего дня. Абик Элкин, Александр Шунин говорят вам до свидания. Вы слушаете Радио Болтком.